Приветствую всех зрителей! Сегодня для вас подготовил очень полезное видео. Хочу показать изначально уже одну системную службу в ваших Android смартфонах, которая уже сразу включена в работу нашими разработчиками. И причем эта служба, она очень даже не актуальна, но работает всегда в фоне, поедает нашу память и подключается иногда даже автоматически, мы этого можем и не замечать. И главным образом, вот специально прям мы сюда не заходим и этой системной службой не пользуемся. Мы ее отключим от работы в фоне, мы ее очистим, увеличим память и все будет замечательно, круто работать, автономность повысится и оптимизируем свои Android смартфоны. Данная служба есть на любом Android смартфоне от Google, она уже изначально включена автоматически по умолчанию нашими разработчиками. Итак, давайте я буду показывать, что это за служба такая. Заходим в главные настройки, спускаемся ниже до пункта приложения, потом все приложения, справа сверху нажмите три точки и убедитесь, что у вас включен пункт показать все приложения. Потом в строке поиска напишите Google. Google. Смотрите, друзья, есть два названия у этой службы. Первое название – это распознавание и синтез речи от Google. Раз. И второе название – это Google Speech Service. То есть, в зависимости от модели вашего смартфона, либо такое, либо другое название. В данном случае, смотрите, этой системной службой под названием синтез речи от Google я вообще не пользуюсь, но я сюда захожу, и у меня занято 403 мегабайта, хотя у меня все это было очищено. Вот мой второй смартфон. Давайте я сюда вам зайду, покажу. Я вообще этой службой никогда не пользовался, но при этом тут тоже отнимается память. Сейчас я вам покажу. Распознавание и синтез речи. Смотрите, 538. Это мой новый смартфон. Я его купил месяц назад. Люблю я смартфоны Xiaomi. Ему очень нравится. Это Xiaomi 14. И вот, пожалуйста, друзья, 538 мегабайт. На ровном месте. Я этой службой вообще никогда не пользовался. Зайдите, пожалуйста, в своих смартфонах. Посмотрите, сколько отнимает памяти. И, пожалуйста, напишите комментарий. Мне будет очень интересно знать, сколько памяти у вас тут было. И я уверен, что никто этим не пользуется. Друзья, что мы делаем? Смотрите, сюда заходим. Конечно же, мы нажимаем очистить. Очистить все данные полностью. Ничего вы не потеряете. На ровном месте я очистил 400 мегабайт. И это замечательно. Давайте я вам вкратце покажу, вообще, для чего эта служба нужна. Чтобы вы убедились, что мы этим вообще не пользуемся. Смотрите. Синтезатор речи Google озвучивает текст, который виден на экране устройства. Это можно использовать для прочтения книг вслух, в переводчиках, для озвучивания произношения слов, а также при использовании толкбэк и других специальных возможностей озвучиваются действия пользователя. То есть, если у человека есть какие-то ограничения, он, допустим, плохо видит, он нажимает и идет озвучка. Да, в таких случаях я согласен. Данная функция имеет место быть, но абсолютное большинство из нас данными функциями не пользуются. Если кто-то читает, допустим, книги, то просто читает, вряд ли кто-то будет слушать, либо просто включают аудиодорожку. Это одно. А вот про чтение книг вслух, то есть, вы представляете, вот на вашем экране, смотрите, просто текст, и он просто озвучивается. Кто будет это слушать? Намного легче просто скачать аудиокнигу, аудио. Сразу же будет mp3-дорожка идти. Вот и все, друзья. И давайте я вам сейчас покажу, где эта функция может использоваться автоматически. Допустим, смотрите, я захожу в настройки, потом расширенные настройки, языки, вот синтез речи, вот данная фишка. Помните, когда вы кому-то совершаете звонок, там есть пункты запись. И быстро, когда вы нажимаете запись, робот, то есть, вот это вот синтезатор речи, он произносит данный разговор, записывается, и другой человек на другом проводе, на той стороне, слышит, что вы записываете. Вот в этом случае работает еще этот синтезатор речи. Вы можете скорость речи, допустим, смотрите. Вы слушаете синтез речи на русском языке. Ну, понятно. Я что предлагаю? Скорость речи сделать на максимум, тон на максимум. Вы поняли, да? То есть, непонятно, что произносится, потому что очень быстро. Вот где работает еще дополнительно синтезатор речи по умолчанию. Вы сюда тоже можете зайти. И смотрите, анонимные отчеты о синтезе речи. Если вы включите эту функцию, мы сможем собирать анонимные отчеты об использовании данного сервиса. То есть, представьте, все, что вы видите на экране, это все произносится, и данная информация складируется. Ну, эта вся работа идет для контроля и анализа нашими разработчиками. Соответственно, отключите эту настройку. Что я предлагаю вам сделать еще, друзья? Очень важная настройка. Сейчас покажу, а именно нам нужно это все дело отключить. Нам нужно зайти в Google Play Маркеты, потом справа сверху иконка вашего аккаунта, снизу смотрите, справка отзыв, потом как удалить приложение с устройства. Нажмите, чтобы перейти в настройки приложений. Если у вас будет включен темный режим, то в этот раздел настроек вы можете не попасть. Поэтому отключите временно темный режим, и вы сюда зайдете. Потом, смотрите, внизу еще, показать системные процессы. Конечно же, данную функцию мы не могли проделать в настройках приложения. Вот как здесь сейчас покажу вам. Я захожу в настройки, да? Потом приложения, Google. Смотрите. То есть, здесь мы не можем отключить фоновую работу. В этих настройках просто этого пункта нет. Поэтому мы заходим сюда через Google Play Маркет. Мы ищем Google Speech Service, либо распознавание синтез речи. Сейчас я найду вам, покажу. Вот, распознавание и синтез речи. Мы заходим сюда. И смотрите, тут есть такая функция, как отключить. Хотя в тех настройках этого не было. Что я предлагаю? Вообще полностью очистить кэш. Все данные, мы это уже, в общем-то, сделали. И нажимаете отключить. Отключить приложение. Если вдруг это вам понадобится, то вы всегда сможете включить. Но я думаю, вряд ли это понадобится 90% всех моих зрителей и вообще пользователей Android смартфонов. Теперь, смотрите, я вам сейчас еще кое-что покажу. Зайдем в главные настройки. Потом расширенные настройки. Язык. И вот, смотрите, синтез речи. Я сюда захожу. И вуаля, это все отключено. И это же замечательно, друзья. Это будет отключено. И, соответственно, в фоне не работает. Вот такие друзья. Скорее, друзья, отключайте. Вот такие друзья. Прошу прощения, в конце видео уже совсем заговариваться начал. Вот такая получилась у нас информация. Надеюсь, да я уверен, что это видео окажется для вас точно полезным. Все необходимые ссылки полезные я вставлю в описании под эти видео. Особенно переходите, скачивайте 4 VPN приложения. Классные приложения, которыми я сам лично пользуюсь. И рекомендую для вашего просмотра и для вашего использования, скачивания. Проверьте все приложения. В каком-то регионе это приложение может работать быстрее по интернету. В каком-то другом регионе это приложение может работать медленнее. То есть, вы должны с вами протестировать и определить, что для вас будет лучше работать. Спасибо за внимание. Надеюсь, это видео для вас оказалось очень полезным. И всем пока, друзья. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...